Здравствуйте, меня зовут Светлана. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как куры могут нестись зимой, не отапливая сараи. Многие начинающие птицеводы, я тоже когда-то была такой, задают много вопросов, могут ли куры нестись, если не отапливать сарай, если никаких батарей не вешать. Я расскажу, так как я держу своих кур. Многие спрашивают, какие полы делать. Ну вообще, когда вы только начинаете, конечно, много очень вопросов. Я расскажу о своем опыте, который сейчас у меня на сегодняшний день. Вот сегодня на улице минус 8 градусов, сейчас чуть-чуть отпустила. Вот, было чуть больше, пырхает снег. В сарае у меня плюс 5 градусов. Не отапливаемый сарай, ночью не горела лампа. Я вешаю только лампу, когда уже минус 20, вот так 25, тогда уже вешаю. А так, так как куры сами себе согревают, не забываем, чтобы у них было очень всегда сухо. Сейчас еще много вопросов про влажность. Сейчас наш фраг не мороз, а влажность. Потому что, если влажно в сарае, даже при минус 5 куры могут заболеть. Вот, и обязательно выпускать своих кур. Почему? Да потому что здесь все-таки свежий воздух. Здесь морозно, но им не холодно. Вот у меня они ходят, как видите, у меня везде солома застелена. Конечно, они ее постоянно пачкают, постоянно в ней копаются, но они двигаются. Вот я говорю, вот сейчас минус 8, как видите, прекрасно. Кто-то сидит, кто-то ходит. Но я вот делаю вот солому. Видите, они просто сидят, лежат на ней, потому что лапки, даже если замерзли, конечно, лапы у них замерзают. По снегу ходить все-таки холодно, если б нас спустить с вами. Вот, и видите, они садятся, чтобы согреть лапки. Потом чуть согрели, побегали, побежали. Вот, я уже не один год использую метод «не отоплю масарая», потому что, ну, отопление проводить все-таки, ну, это нерентабельно. Это все-таки, ну, друг пришел в ночь. Это караул, а не петух. И, как говорится, не только нерентабельно, им не надо особо такой теплоты. Когда у нас было минус 15, у нас было там плюс 1, плюс 2 градуса. Вода не замерзает, и то уже хорошо. Даже у нас в том году было минус 30, вода замерзала. Я ставила тогда снег. Они, конечно, у меня ласы открыты, они ходят-выходят. Как видите, у меня они в загородке. Ни туда, ни сюда они не проходят. И что нам сделать, чтобы все-таки хуры наши несли зимой в неотапливаемом сарае? Вот. Как вы видите, я уже вам тогда показывала. Я завешала все дверки старыми одеялками. Полностью полы у меня в сарае деревянные. Наверху у меня дерево засыпано чуть-чуть опилками. Вот, сарай обыкновенный. Стены обшиты у меня, там утеплитель и фанера. Все, больше ничего, как говорится, не делаю. И что я первое самое делаю, когда я вхожу в свой птичник? Это мой опыт, как говорится. Делаю это я. Я сразу поднимаю одеялку наверх. В любом случае, хуры находятся ночью в закрытом помещении. Нету сквозняков. Вот. У них все равно, в любом случае, скапливается мяк. Они же ночью ходят в туалет. Это самое опасное. И влажность. Пусть сейчас пройдет свежий воздух. Ну, вот даже, ну, конечно, при минус 20, но все равно минут на 5 я открываю. Сейчас даже можно открыть полностью, даже на полчаса. Они вот ходят, выходят сами. Вот. Это самое главное. Потому что, какая ни была вентиляция. У нас очень сырой, в нашем регионе очень сырой климат. Очень сыро. И поэтому сырость, как я сказала, это самый враг наш. Сырость и сквозняки. Когда мы только-только начали, купили вот этот домик, мы не думали, что мы займемся вот этим всем. Мы начинали с 10 курочек. Строили, как говорится, просто сарай на лето. Что думали, подержим лето. Зарубим и заново все начнем. Ну, вот, докатились, как я скажу, вот до такой жизни. Кур у меня немного, около 45 штук. Вот. Молодки, петухов я своих убрала. Дальше. Я обязательно проветрую, как я вам сказала. Потом я собираю помет. Гражданки здесь сидят, гражданки там сидят. Вот. Подносестры, видите, у меня железо. Там рекомендовали положить линолеум. Но нам пока так нормально. Я приступаю, убираю утром, каждое утро. Даже если я приехала в 5 часов утра. Убираю, засыпаю опилками, обрабатываю. Сейчас спрашиваю, чем вы обрабатываете. Сейчас я только брызгаю абактерилом. Он есть концентрированный. Его можно купить в интернете. Вот. Очень хорошее средство. Мне нравится. Додумалась, как говорится, только в этом году. Все приходит с опытом. Это говорили в старину. Так оно на самом деле и есть. Убрала весь помет. Ну, не 100% прямо, но каждый день. Побрызгала, посыпала опилок. Все. Вот. Курятник закрыт. Горит. Это вот сейчас включили. А так горит маленькая лампочка, чтобы было видно. На полу солома. Пол деревянный. Большую постилку я еще не сделала, потому что сейчас минус 10. Этого достаточно. Вот они ходят капышатся, потому что солома хорошая в этом году. Много где-то остатков. Вот. И она сухая. Вот потому что помет теперь собирается здесь. Вот эту проблему я решила. Потому что вот в том году, это мы уже к концу придумали. Когда они сидят, помет здесь, все это быстро накапливается. Приходилось вычищать аж через 5 дней. Потому что быстро все это, как говорится, засоряется. А аммиак, это самое плохое сейчас вот дело. Обязательно я обметаю вот здесь паутину. Конечно, не 100%, не досконально. Но, как говорится, чтобы не было вот этой паутины. И вот мои курочки здесь так и находятся. Кто ходит, вот видите, идет нестись. Вот. Да, 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 да. Мешаем. Мешаем мы им. И вот, смотрите, в холодном сарае, но здесь нет такой сырости, они у меня несутся. Ну вот, курятники плюс 5. Видите, чуть-чуть. Вот так идет все-таки пар. Вот. Окна чуть-чуть запотели чуть-чуть. Ну, потому что туда-сюда открывала им дверку. Курочки, видите, ищут место, где бы там лучше, как говорится, гнездышко выбрать. Они тоже с гнездами могут нестись в одно гнездо. Вот. Постепенно я, если целый день, то постепенно я выбираю яйца, чтобы они не накладывали одно на одно. Потому что могут чуть-чуть давить. Вот. Гнездо у меня уже обыкновенные. Я вам показывала. Вот. Птички еще где линяли, где не линяли. Это вот либорные-далматинцы. Как вы видите, девочки работают. Вот. Сейчас покажу яички. Там есть уже в одном они нанесли яичек. Вот смотрите, видите, они прямо выложили себе гнездо. И вот они несутся. Сейчас я, конечно, эти яйца заберу, а то они уже начнут давить. Десели горные и далматинцы все. Вот еще яйцо. Но здесь еще гнездо. Вот знаете, они тоже... Яйца я забрала. Вот смотрите, видите, они себе выложили. Из соломы, сена. Сейчас уже соломку им подкидываю. Вроде бы ничего не трогают. Наша сейчас задача, чтобы сухо и не было влажности. Вот. Конечно, минус 20. Я включаю лампу, я вам уже говорила, чтобы даже яйцо не замерзло. Но я всегда накладываю в зиму много им сена или соломы. Чтобы они вот себе сделали, как я показала вам, такое глубокое яйцо. Ой, гнездо. И вот это гнездо, там же все-таки воздух между соломой. Оно, как говорится, само себя согревает. Вот. Я делаю так. Вот смотрите, я им повесила тыкву. Вчера положила вечером, просто положила, приехали поздно. Сегодня даже не нашла хвостика. Это тыква-сорт, он очень такой, очень жесткий, лежит она долго. Я первый раз в этом году ее выводила, высаживала. Господи, уже как будто цыплят выводила. Вот. И так она у меня висит. Как видите, вот, куры то тут ходят, то там ходят. Но вот сейчас стали мы чистить два раза, ой, раз в две недели. Потому что за счет того, что я убираю помет. Вот помет я сразу собираю в мешки, чтобы потом отправить на огород. Получается чистый помет куриный, без всякой соломы, без всяких примесей. Как говорится, чисто-чисто прямо выгрести весь курятник и сделать ее, как у нас дома, это нереально. Но по возможности. Обязательно, что еще стоит у меня в курятнике? Стоит песок и стоит ракушка. Ракушка бывает разной фракции, в зависимости от возраста вашей птицы. Сейчас они уже повыбрали. Ракушка у меня морская. Она должна стоять обязательно. В ракушке морской. Кальций, магний и йод. Это то, что сейчас им необходимо. Она у меня стоит, видите, в старой кастрюле, чтобы они не опрокинули. А иначе они ж любят покопаться. Я ее вот туда ставлю под гнезда, чтобы никто уже ее не рассыпал и туда тоже не нагадил, чтобы она всегда вот была чистой. Хотя вот видите, все равно соломенная травка есть. Почему солома здесь вот? С опилками, как я говорила, у нас все-таки так проблематично. Соломой легче мне завести. И в соломе есть трава. Зеленая трава, которую они, даже если у них кончилось зерно, а я их кормлю, как вы знаете, два раза в день, они ходят, вот ищут травку, кушают маленькую. Где-то что-то находят. Как говорится, зелень в любом случае им поступает. Вот так мы содержим своих курочек. Вот мне отапливаем сарай. А на ночь у меня свет у них сейчас в зиму остается чуть-чуть-чуть-чуть блеклый, когда сильные морозы. А так все, стоит датчик, включается, выключается. Вот. Никакой инфокрасной еще пока я не вожу, потому что, ну, еще рановато. Хуры мои и там гуляют, и тут. Ну, смотрите, мороз холодно. А я вот если вырошу их неусоломенную подстилку, во-первых, она еще гниет. Им идет тепло оттуда. Видите, здесь земля-то. Червячки в коматозе попадаются. Вот, видите? Много спрашивали, что у вас тут. У меня тут земля, которую я вот так периодически, их зимой перекапываю, и большой слой соломы. И солома перегнивает, как говорится. Здесь вот просто не видно. И еще даже видно, что она начинает, идет процесс разложения соломы. А весной мы как раз все это можем вытащить на грядки, на картошку. До марта месяца все это перегнивает. И как видите, курочки, в минусовую погоду чувствуют себя мои прекрасно. Они сами гуляют. Кто копается там? Я расширила куряю. Это место. Петухи убрались. Кто там копается, кто тут. Сейчас они потом все это закопают. У меня даже вот руки окалили. А им в радость. Видите? Где земельку скушают? Где же червячка? Она же нашла, нашли коматозного. Они не замязают. Они впадают в такую полуспячку. И вот видите, курочка моем занятие. Как говорится, я согреваю их любыми методами. Давайте еще покопаю. Ходи. Видите, земля не замерзшая. Было минус 15 у нас. Уже самое большое. Но вот сейчас минус 8, как вы видите. Вот. Они копаются. Земля, во-первых, им полезна для пищеварения. И как мы знаем, песок и ракушечник. Это их не зубы. Так как пищеварение у птицы устроено не так, как у нас с вами. И без этого нельзя. Вот. Если здесь все застелено, им негде взять ни земли, ни песка. Как вы знаете, у меня стоит все в сарае, чтобы снег не заметал. Ну, вот теперь курюшки тут будут у меня заниматься. Будут вопросы? Все давайте. С удовольствием вам отвечу.